Дорогие друзья, в это последнее торжественное время Бог побуждает меня поднять тему о грехах Церкви. Думаю, что многие из вас встречались с сильным противлением некоторых, а порой и многих членов Церкви против обличающих проповедей и вестей о грехах в стане народа Божьего. Лично я почти каждый раз при упоминании об отступлении среди народа Божьего от истины ощущал сильные сопротивления. И почти каждый раз говорят одно и то же. Ты не имеешь права указывать на наши грехи, как в Церкви, так и в целом каждого из нас. Потому что обличать в грехах имеет право лишь один Бог. Тогда я спрашиваю, а как именно Бог должен обличать? Какие у Него инструменты для этого служения? Ответы разные, но по своей сути очень схожи. Господь обличает через Слово Божие, Господь обличает через Духа Святого, а из людей пастор должен об этом говорить. И тогда я снова спрашиваю, ну а если пастор не говорит об этом, то как тогда? Должен ли я молчать, видя это беззаконие, боясь нарушить эту тему, чтобы не убедить братьев? И таких вопросов очень много. И на них мы сегодня поищем ответы, используя при этом, конечно же, Слово Божие и труды Вестницы Господней. Каждому поколению Бог посылал своих слуг обличать грех и в мире, и в церкви. Но люди любят слушать приятное, а чистая непрекрашенная истина не принимается. Многие реформаторы, начиная свою работу, с большой осторожностью обличали грехи церкви и народа. Они надеялись собственным примером чистой христианской жизни возвратить народ к библейскому учению. На них сошел Дух Божий, как в свое время он сошел на Ильию, и побудил его порицать грехи нечестивого царя и народа-богоотступника. Реформаторы не могли не проповедовать ясные учения Библии, хотя им не хотелось возвещать их. Они были побуждаемы ревностно возвещать истину и прямо говорить об угрожающей людям опасности. Не страшась последствий, они говорили те слова, которые вложил в их уста Господь. И народ вынужден был внимать предостережению. Великая борьба 606.1 Если земных жителей необходимо обличить в грехе, как нарушителей закона Божьего, то сделать это должен Дух Святой, используя людей как инструменты для выполнения своей работы. Церковь нуждается в том, чтобы сбросить с себя сон, который подобен смерти, ибо Господь ждет, чтобы благословить свой народ, который примет это благословение, когда оно будет излито и распространит его в чистых и мощных лучах света. И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь, вложу внутрь вас Дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих. Иезы Кииля 36.25.27 Так чья же работа обличать грешника? Здесь мы видим, что это работа Духа Святого. И с этой целью он использует своих верных слуг как инструменты. Но кто эти слуги? Это пророки. Реформаторы. Реформаторы – это те, кто призывают к реформе и возрождению личного благочестия. Но эти реформы в первую очередь они переживают в своей жизни. Для осуществления преобразований, которые так необходимы и в нашей сегодняшней жизни, мы нуждаемся в людях, которые бы, подобные ездре и неемии, не замалчивали и не оправдывали грех, но неколебимо отстаивали честь Божьего имени. Те, на ком лежит бремя этой работы, не будут сидеть, сложа руки, когда творится зло, и не будут скрывать его под покрывалом мнимой любви. Они знают, что Бог нелицеприятен и что суровость, проявленная к некоторым, явится милостью для многих. Знают они и то, что в людях, порицающих грех, всегда проявляется Дух Христов. Пророки и Цари 675-1 Друзья, если вы призваны порицать грехи в церкви, то в этом проявляется Дух Христов. Но это не означает, что мы должны только об этом говорить и об этом только думать. И только этого искать в каждом члене церкви. Нет. Порицать грехи необходимо, но с любовью к братьям, ошибающимся. Всегда нужно понимать, что упавший в грех может и не подняться, если мы будем его укорять в его слабостях. Не укор, а обличение с целью помочь брату увидеть проблему, чтобы подняться. Вот главный мотив движущий истинных миротворцев. Я всегда приучаю себя видеть упавшего брата как потенциального жителя Нового Иерусалима. И так же стараюсь не забыть, что и я мог бы оказаться на его месте. И могу так же. А может я и сейчас там, а может и глубже. Давайте, дорогие, будем задавать вот эти вопросы каждый себе, когда мы видим упавшего брата и имеем желание указать на его проблемы. Мы так же должны с вами понимать, что наша брань или наша война или битва не против отступивших и падших, но против бесов, стоящих за их падением и за их планами и помыслами. Ты бы добросовестно обличал грехи отдельных людей и твой верный труд содействовал бы духовному росту соблюдающих субботу в этом городе, чтобы они не отставали от других церквей. Свидетельство для церкви том 1 315-2 Обличать и порицать грех я считаю это таким же служением, как и другие служения в церкви. Но если мы с вами не будем обличать грехи в церкви, то к чему это может привести? Как думаете? Если среди Божьего народа совершаются грехи, а слуги Божьи равнодушно проходят мимо них, они тем самым в конечном счете поддерживают и оправдывают грешника. Наравне с грешником они заслуживают неодобрения Божьего и несут ответственность за совершение этого греха. В видении мне были показаны многочисленные примеры, когда гнев Божий был вызван равнодушным отношением его слуг к существующим среди них грехам. Люди нередко склонны считать оправдывающих грехи, самыми сердечными и любезными служителями. В действительности же они прощают просто потому, что пренебрегли долгом, столь ясно изложенным в священном писании. Высказать порицание не соответствовало их чувствам, поэтому они решили не высказывать его. Глубокое исследование свидетельств Духа Божьего выделит тех и сынов израилевых, которые всегда выступали против средств, предписанных Богом, для очищения церкви от разложения. Грех надо назвать грехом. Самые тяжелые грехи следует назвать их настоящим именем. Весь народ Божий должен ближе подойти к нему, к Богу, чтобы увидеть грех в его истинном свете и осознать, насколько он оскорбителен во свете Божьем. Свидетельство для церкви том 3 226 324 от 1873 года. Как мы с вами понимаем эти высказывания? Если мы проходим равнодушно возле грехов, совершенных нашими братьями и не порицаем их в духе Христа, то мы оправдываем и одобряем разложение в церкви и заслуживаем соответственно неодобрение Божье и также вызываем и несем на себе гнев Божий и проклятие Божье падет на нас и церковь Божью. Ясные и прямые свидетельства должны жить в церкви, иначе проклятие Божье падет на его народ столь же неотвратимо, как оно пало на древний Израиль за их грехи. Свидетельство для церкви том 3 269 1873 года. Никогда раньше так не ощущалась нужда в верных предостережениях и обличениях, как сейчас. Сатана обрушился на народ с великой силой, зная, что немного ему остается времени. Он наводнил мир приятными баснями и народу Божьему нравится слушать льстивые слова. Мне было показано, что народ Божий должен предпринять более твердые и решительные усилия, чтобы остановить наступление сил тьмы. Как никогда раньше, теперь необходимо проникновенное действие Духа Божьего. Свидетельство для церкви том 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 Но если у нас действительно Дух Христов, то мы не смиримся ни с каким грехом и будем предостерегать и обличать. И этим служением мы поможем остановить наступление сил тьмы. В древности священникам были даны указания. Они должны учить народ мой отличать священное от неосвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их. Из Икииля 44 глава 23 и 24 стихи. Когда я скажу беззаконнику «Беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за свой грех, а ты спас душу твою». Из Икииля 33 глава 8 и 9 стихи. Здесь ясно изложен долг рабов Божьих. Они не вправе игнорировать добросовестное исполнение своего долга по обличению грехов и неправды в народе Божьем, хотя это может оказаться неприятным делом и виновный вообще не примет обличение. Но в большинстве случаев обличаемый поймет предупреждение и прислушается к обличению, если другие братья и сестры не помешают ему в этом. Как же другие члены церкви могут помешать в порицании греха и согрешившего или согрешивших? Они начинают сочувствовать, утешать и жалеть того, кому обращено обличение, чья это работа, и считают, что обязаны встать на его защиту. Они не понимают, что Господь недоволен делающими неправду, ибо они позорят имя Бога и наносят урон его делу. Души отворачиваются от истины и терпят крушение в вере из-за неправильного поведения грешника в церкви. Но страдающий помрачением сознания раб Божий, суждение которого повреждено неправильным влиянием окружающих, скорее встанет на сторону человека согрешившего и причинившего много вреда, чем поддержит обличителя неправды и греха. Поступая таким образом, он фактически говорит грешнику «Не смущайся и не расстраивайся, в конце концов ты почти прав». Таковые утешают грешника. У тебя все будет хорошо. Свидетельство для церкви том 3 195.3 Дорогие братья, дорогие сестры, не участвуйте в делах тьмы, сочувствуя и утешая и поддерживая в грехах тех, кого обличает Бог. Этим вы делаете услугу дьяволу, который есть убийца и который, толкая к греху человека, всегда говорит о том, что это маловажный проступ в глазах Божьих. Но когда человек, прислушиваясь к его речам согрешает, то дьявол сразу меняет тактику и утверждает, что все, теперь уже поздно каяться, так как грех очень велик и раздражает Господа, который отвернулся от тебя и не желает прощать тебя. Я хочу привести еще одну понравившуюся мне цитату «Христос в нас, грех вне нас». Грех в нас, Христос вне нас. Бог обнажает перед своими согрешающими детьми их грехи, чтобы в свете Божественной истины они увидели всю их чудовищность и отказались от них навсегда. Свидетельство для Церкви, том 4, 15, 1. Истинные дети Божьи, живущие интересами дела Божьего и переживающие всем сердцем за спасение душ, всегда смогут видеть подлинный характер греха и понимать его крайнюю пагубность. Они будут постоянно выступать за беспощадное разоблачение грехов, угрожающих благополучию народа Божьего. Пророки и цари 675, 1. Особенно во время заключительной работы для Церкви, во время запечатления 144 тысяч, которые должны стать без порока перед престолом Божьим, они будут хорошо понимать грехи избранного народа Божьего. Это убедительно подтверждают слова пророка, показавшего заключительную работу через образы мужей, каждый из которых держал в руке орудие убийства. Один из них был одет в светлую льняную одежду, и на боку у него был прибор песца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Иезекииля 9.4. Кто стоит в Совете Божьем в наше время? Уж не те ли, кто по сути дела оправдывают грехи, совершаемые в народе Божьем? И если не открыто, то в сердцах своих ропщут на людей, обличающих грех. Если сокрыватели греха не покаются и не перестанут выполнять работу сатаны, угнетая людей, берущих на себя бремя труда, обличать грех среди народа Божьего, и поддерживая на сионе руки грешников, то они никогда не получат знак Божьего одобрения. Они падут во время всеобщего уничтожения нечестивых, переданного нам через символы пяти мужей, несущих о роде убийства. Обратите внимание на следующую мысль. Муж в льняной одежде должен был нести знак, который засвидетельствует принадлежность людей в чистой истине, вписанной в их сердца Духом Святым, на всех воздыхающих о мерзостях, совершающихся среди Него Иерусалима, то есть в Церкви. Их любовь к чистоте, чести и славе Божьей так сильна, и они так ясно представляют себе крайнюю порочность греха, что это доставляет им неимоверные мучения, и они тяжко скорбят и воздыхают. Прочитайте всю девятую главу книги пророка Иезекииля. Свидетельство для Церкви 3 том 266 2. Он желал научить свой народ пониманию того, что непослушание и грех крайне оскорбительно для него, и что к этому нельзя относиться легкомысленно. Он показывает нам, что когда его дети впадают в грех, они должны немедленно предпринять решительные меры и удалить от себя этот грех, дабы не вызвать его неодобрение. Но если люди, занимающие ответственные должности, смотрят на грехи ближних своих сквозь пальцы, то негодование Божье посетит их, а отвечать за эти грехи будет весь народ Божий. На примере своих взаимоотношений с Древним Израилем Господь показывает необходимость очищать церковь от всякой неправды. Один грешник может распространить такую тьму, которая сокроет свет Божий от всего народа Божьего. Итак, сделаем выводы. Прямое обличающее свидетельство должно возвещаться в церкви, иначе проклятие Божье падет на народ так же неизбежно, как оно пало на древний Израиль по причине его грехов. Бог делает весь свой народ ответственным за грехи отдельных людей. Если руководители церкви пренебрегают своей обязанностью расследовать и выявлять грехи, которые навлекают неудовольствие Бога на тело церкви, они будут сами отвечать за эти грехи. Свидетельство для церкви том 3 269 2 Когда дети Божьи чувствуют, что погружаются во тьму, но не знают причину случившегося, им следует ревностно взыскать Бога и оставаться в великом смирении и самоуничижении, пока не будут выявлены и устранены грехи, огорчающие его дух. Свидетельство для церкви том 3 265 1